здравствуйте друзья не думал я не планировал сегодня попасть на open house просто гулял вдоль берега океана в городе санта-круз и тут смотрю бах open house и время подходящее сейчас час дня суббота думаю пойдем пойдем сходим на open house нам сказать что санта-круз находится ну там скажем 45 50 минутах от эпицентра как бы кремниевой долины если брать сан-хосе то может быть полчаса езды и с точки зрения буйства цен на рынке недвижимости тут как бы отставание серьезное все-таки на работу отсюда не очень наездишься не только потому что далеко но вот пробки в самый такой час пик поэтому когда поднимаются цены в кремниевой долине долине может быть еще пару лет пройдет пока здесь поднимутся то есть так все это потом тоже поднимутся но не так сильно потом когда цены идут вниз то обрушение в процентном отношении гораздо больше происходит например там где у людей такие курортные до дачи вот такого плана то есть не низ не там где он живет он пытается избавиться от того что его тянет финансово вниз вот в первую очередь за пределами того места где он реально живет вот поэтому и санта-круз тоже такое место ну что сказать последнее время вы знаете что кремниевая долина вся такая бумирующая с точки зрения цен на недвижимость здесь тоже подросло но подросла еще в частности за счет того что начали покупать старье вы видите старья много вот вот домик стоит на углу там ну что это за домик вот взять такой снести что-то построить или вот например справа тоже такая сыраюшка сыраюшка может быть конца 40-х начала 50-х вот так хотя вы видите что вокруг сыраюшек уже понастроена местами и чем ближе к океану тем больше понастроена потому что чем ближе к океану тем выше стоимость земли тем больше денег можно ну имеет смысл потратить на обновление или может быть снос и постройку заново того или иного жилья вот слева видите тоже какая-то совсем как общага какая-то я не знаю сарай на хоть и два этажа вид жуткий и вот мы прошли один квартал от океана ага и вот этот вот дом он 2 от угла вот здесь стоит вот этот беленький черт что а вон тот синенький или так темно-серенький вот это вот тот куда мы с вами направляемся он производит впечатление чисто внешне либо заново отстроенного либо хорошенечко так вот реставрированы так вот там люди какие-то наверху ходят уже я не первый друзья хотя такое ощущение что только-только открылся этот самый дом для просмотра но вот вы видите его снаружи давайте посмотрим какие у нас соседи вот тут так сыраюшечки да тут много-много сыраюшек ведь уже второй квартал от воды и тут уже не на что смотреть тут существенно дешевле так почем домик вот давайте я вам на глаз скажу такой домик хотя сбоку на него гляну какой он площади вы знаете что это старый домик они его подукрасили конечно эта стеночка старого домика это может легко тянуть на 2 миллиона например учитывая близость к океану вот видите океан вот там знак стоп не не ближайший справа там чуть подальше вот это уже океан тут квартал реально так пошли смотреть ну давайте вот это такое покрытие здесь она такое шершавенько это специально делается вот не просто бетон как допустим но обычно в домах а здесь еще посыпают такой такой трухой и получается очень шершавенько и вообще вот я ногой сейчас пытаюсь как-то так покрутить не крутится то есть очень хорошее сцепление так мы видим техника ну она или новое или практически как новое такое ощущение что не совсем новое но почти вот мы видим отопительные дела слева обогревательные водообогревательные справа так 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 это дверь дом это вот верстачок ай ну что видно вот по этой мебелишке видно что дом не вчера построены так хотя вот они его чисто внешне вот снаружи тогда красиво досками вы чё разуваемся я прошел немножко вперед пытаясь найти риэлтора но вот как-то не нашел давайте мы начнем с участка значит backyard вы видите он такой трапециевидный на угол пошел вот там внизу совсем тонко и стоит дерево а здесь вот не поймешь чего ну то есть конечно можно там что-то посадить это приводили в порядок ведь вот это труха обычно труха другого цвета вот такого как тут вот почерневшая то есть когда труха свежая она такая желтенькая а когда уже не свежая она темнее со цикой почти черный то есть дом приводили в предпродажное состояние давайте мы может быть глянем немножко пройдем я тут правда босиком хожу друзья чего не сделаешь ради нашего зрителя вот так он выглядит сзади но мы не будем начинать со второго этажа мы все-таки пойдем на первый так я я почему хотел риэлтора найти я думал флайер взять и посмотреть что вообще за недвижимость такая какого года какой площадь их какой участок так и так далее ну что-то не получилось ну давайте мы еще раз а это они это гараж она гараж другой стороны тут за это время кто-то из гостей значит закрыл гаражную дверь вот это ворота вот эти вот современные хорошие ворота не гараж у них обновлен вот более-менее так ну пошли дальше так да не отхода ну ничего значит это бедрум вы видите там вот два шкафа зеркальных так тут что у нас тут у нас санузел такое ощущение что него заново сделали тут все как бы новенькая такая ванна знаете друзья американская ванна это как бы сушки кран какой боже я честно сказать я такого не помню вообще когда я видел такой в последний раз потрясающе ну хорошо значит идемте дальше used to be a bedroom я я камуфляж like an office значит победите там сзади вот там где я отражаюсь там зеркальный зеркало и там шкаф это плотяной шкаф это на самом деле был бедром и вот значит один два бедрума выходили в общий туалет но они вот так замаскировали под офис потому что как бедрум тут кровать поставишь вообще место не останется вот это вход я вот это был вход я здесь углов оставил и вот и так вот прямо пошел ну давайте мы еще раз по первому этажу тут это модно сейчас вот такие ну не знаю двери как название модно вот такую штуку ставить на рельсиках шкаф просто шкаф такой с полочками так идем дальше гараж мы читай гараж у нас сегодня просто целый день один гараж и вот там выходили на улицу вот собственно вот собственно и весь первый этаж так что мы теперь пойдем на второй и там найдем риэлтор и посмотрим какие у нас параметры дома так вот лестница лестница знала лучшие времена смысле возраста вот я на балкончик вышел на веранду значит и так хотят они за него так называемый asking price миллион девятьсот сорок девять ну то есть почти 2 миллиона без 51 тысячи оригинальный дом был построен в семьдесят четвертом году и сейчас они вы как они говорят complete remodel ну достаточно достаточно основательно да они его переделали площадь у них участка все вместе на спереди сзади и так далее площадь участка где-то 14 соток вот судя потому что они там написали и что еще спален 4 туалетов 3 вот можно так сесть посидеть с видом на а с видом на океан я понял вот они ради чего все вот они быстро ли эту штуку чтобы вот так с видом на океан как бы понятно да и площадь дома 230 квадратных метров примерно так такая история вот кстати вот прямо и спальня ну давайте зайдем раз такое дело да здесь уже пол новый здесь уже стейджинг то есть они тут кроватку поставили да но здесь как-то а вот есть дверь я подумал что с дверьми проблем они не хотят ставить есть дверь есть так вот вот он блогер ваш как на ладони зеркал много так вот учет туалет это все такая плиточка не знаю как правильно назвать но это не ты фаянс такой такая синтетическая плиточка очень принято это тоже это тоже не настоящая смысле это пластик шкафчики это все стандартная прям покупается целиком сразу все эти штук ну да здесь они поставили кровать тут место есть сказать что очень много места не сколько то есть так вот это спальня ну пошли дальше там сзади какими-то коридорчиками тут ходим так о тут еще одна видеть там был мастер bedroom и это тоже мастер bedroom у него отдельный свой туалет видите вот то есть и ванная тут в общем ребята гляньте как это все устроено вот посмотрите как идет трубочки такие вот она там туда бабах вот смотрите как такого не часто увидишь я вам хочу сказать это не это не повсеместно так вот посмотрите какая отделка интересная так это что это да похоже на дерево хотя могли бы пластмаску конечно поставить а может и пластмаска дверь двери которые плотные они дороже стоят это пустая дверь дом когда на продажу делают они стараются подешевле материал взять они звук пропускают так смотрим вот такая спаленка и надо сказать что вокруг нее тоже балкончик это другой балкончик хочу обратить ваше внимание с него два выхода с балкончика вот он тут у нас бэк ярд тот был с фронта а этот значит сзади и вот у нас лесенка вниз вот так и там еще одна металлическая стоит вот пожалуйста вот еще одна металлическая не знаю там на случай чего пожара может быть такая во время пожара не сгорит и не провалится хорошо наблюдать за соседями отсюда так вот все соседи как на ладони вот эти вот с детскими причиндалами надо сказать что участки вытянуты вот я смотрю на их соседей очень очень вытянутый кусок земли ну просто очень он не широкий и здорово вытянутый а у этих так видите как еще и на конус да ну вот мы в дом собственно смотрим вот у нас дом вот у нас дом у него такая палуба дек дек дословно переводится как палуба но вообще-то не не совсем так но вот как как бы по-русски мы сказали я не знаю вот такая дверь ведь как в баре таком ковбойском так понял это сейчас мы туда придем из другой стороны пошли с другой стороны сейчас посмотрим весь дом так значит там впереди спальни мы там были вот эта лестница мы с нее пришли так ну вот они как бы обустроили так красоту вот тут такой по старину потому что она есть старенький даже не знаю такой шкафчик видите как камины сейчас делают да вот кухонька это из айки кстати вот видите дом за 2 миллиона кухонька из айки так ну что замечательно наверно все